Северный русский народный хор является гордостью по морю и символом культуры края. В его арсенале произведения, представляющие богатство отечественных фольклорных традиций. В старину говорили, кто с песней живет, того кручина не имет. Песня – душа народная. Испокон веков песня всегда была рядом с человеком и в радости, и в горе. Ведь с песней и дела спорятся быстрее, и работа прямо чуть ли не кипит. Вся жизнь человека была связана с песней. В те времена и до сих пор песня остается с человеком. Антонина Яковлевна Колотилова – основатель и художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора, народная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусства РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Антонина Яковлевна полностью заслужила любовь народа и славу о себе, ибо все силы и помыслы, нестащимую энергию и страсть души отдала народному пению и созданному ею хору. «Если бы не было на свете этой замечательной женщины, не было бы нашего Северного русского народного хора», – говорила Нина Константиновна Мешко. Антонина Яковлевна Колотилова-Шерсткова родилась в 1890 году в деревне Жилино, недалеко от старинного города Великий Устюг. Родилась она в семье служащего Якова Ивановича Шерсткова, многодетной семье, где было 12 детей, и большое внимание уделялось музыке. Антонина Яковлевна еще с юных лет проявляла незаурядные способности в исполнении народных песен. Надо сказать, что в развитии песенного таланта во многом помогала мама – Ирма Леопольдовна, немка по национальности. Именно она, сама большая любительница народных песен, первая заметила в своей дочери недюжинные способности. В 1909 году Колотилова с отличием окончила Великоустюжскую гимназию женскую и уехала учительствовать в сельскую школу в деревню Пелегинец Никольского уезда Вологодской губернии. Именно в этой деревне Антонина Колотилова начала проявлять уже профессиональный интерес к фольклору. Она всегда с интересом наблюдала северные обряды, слушала песни, сама училась причитать, величать, усвоила манеру движения девушек и женщин в хороводах, кадрилях, поклонах. Через пять лет Колотиловы переезжают в Великий Устюг. Именно в этом старинном русском городе начинается история северного хора. Здесь Антонина Яковлевна организовывает самодеятельный женский ансамбль, который выступает в клубах, а чуть позже и на открывшейся в городе широковещательной радиостанции. Надо сказать, что первые участницы коллектива были в основном домохозяйки. Они запросто приходили к ней на квартиру, устраивали коллективные спевки, изучали песни. Слушатели с одобрением встретили концерты молодых хористок, а выступления по радио сделали группу очень популярной. В самодеятельном хоре Колотиловой в то время насчитывалось около 15 человек. Антонина Яковлевна всегда мечтала стать профессиональной певицей, но учиться в консерватории в то время возможности не было. Поэтому Колотилова очень часто ездит в Москву, Ленинград и Вологду, где занимается вокалом с профессиональными педагогами. В 1922 году в Москве на студии звукозаписи Антонина Яковлевна знакомится с Митрофаном Пятницким. Именно эта встреча стала знаковой для Колотиловой. Знакомство с творчеством хора Пятницкого послужило толчком к созданию собственного народного хора северных песен. 8 марта 1926 года небольшой самодеятельный коллектив Колотиловой впервые публично выступил в Доме работников просвещения. Этот день стал днем рождения Северного русского народного хора. В коллективе тогда насчитывалось всего 12 певиц. Костюмами служили наряды мам и бабушек, настоящие крестьянские сарафаны и блузы. Первыми гармонистами были братья Трепицыны – Борис и Дмитрий, а также младший брат Антонины Яковлевны – Валерий Шерстков. Партии на репетициях разучивали с голоса художественного руководителя. Антонина Яковлевна не только показывала, как нужно петь, но и как необходимо правильно двигаться, кланяться и держать себя на сцене. Вновь созданный хор всегда тепло встречали на предприятиях города, в учебных заведениях и окрестных деревнях. Будучи художественным руководителем Северного хора в течение 35 лет, Антонина Яковлевна заботилась о близости репертуара хора к живому, почвенному бытованию песню в деревне. Недаром ее хор долгие годы считался самым этнографически достоверным, последователем своей творческой линии, сберегающим традиции Северной песни. А певцов Северного хора всегда отличало умение проникнуть в глубину музыкального образа и воплотить его в неповторимой красоте. В 1931 году радиостанцию из Великого Устюга перевели в Архангельск, и Колотилово, состоявшая в штате станции, переехала туда. С нею отправилось несколько Великоустюрских певиц. Антонина Яковлевна без промедления организует хор уже в большем масштабе, как по числу участников, так и по объему репертуара. В концертные программы входят песни Пинижья, Северного поморья, разнообразятся пляски и бытовые сцены. Богатейший музыкальный материал Колотилова собирает сама во время поездок по различным районам Архангельской области. Одновременно приобретались костюмы для участников хора. Во время Великой Отечественной войны коллектив много выступал. Передвигались в теплушках, жили в проголодь, не досыпали, то и дело спасались от бомбежек. Выезжали на Северный флот, в Мурманск, Заполярье, на Карелло-Финский фронт, на Урал. В 1944 году уезжали на полгода на Дальний Восток. В 1950-х годах началось включение в программы авторских произведений, но понадобилось время, чтобы эти сочинения органически связались с особенностями северной песни и ее характера. Удивительное по вдохновению вокально-хореографическое полотно с музыкой Лаптева «Вологодские кружева» долгое время угрожало выступление хора. Все годы работы Колотиловой были наполнены неустанным, нелегким трудом и творческим горением, искренним стремлением сохранить и передать современникам глубину самобытности и красоты народного творчества Северного края, постоянным поиском все новых сценических форм и исполнительских средств. Антонина Яковлевна застала и первые зарубежные триумфы своего детища. В 1959 году хор выезжает на гастроли в Польшу и Болгарию, в 1961-м в Чехословакию, в сентябре-октябре 1961 года Северный хор выступал на фестивале балета, проводившуюся в связи с советской выставкой в Париже. Обществом «Песни мира» была выпущена долгоиграющая пластинка с записью хора. Парижане называли архангельских певцов чудесным артистическим ансамблем. Антонина Колотилова совместно со сказительницами и песенницами создала 100 сказок и песен. Она является автором сборника «Северные русские народные песни». Жизнь Колотиловой была подлинным творческим подвигом, а заложенные ею традиции живы в коллективе и по сей день. Творческую эстафету приняло новое поколение мастеров. В знак огромной благодарности они каждый год в день смерти Антонины Яковлевны приходят к ее могиле, чтобы возложить цветы и спеть ее любимые песни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова